Для кого этот ролик? Это ролик для тех, кто болел ковидом, не болел ковидом, кто планирует прививаться или уже привился, а может кто-то и болел и привился. Друзья, это Андрей Березовский, канал Хэксплорер, это канал про здоровье и сегодня опять про антитела. Как изменились мои антитела после первой прививки? Прошел ровно один месяц, как я сделал первую вакцину, я сделаю модерна, мы посмотрим на цифры, действительно ли изменяются антитела, действительно ли растут вот эти антитела с пайк белку, любые вопросы задавайте, делитесь этим видео, оставляйте свои комментарии и поехали! Друзья, мы сняли уже целую кучу роликов, вот в этом ролике мы говорили в общем про антитела, как они нарастают, почему они падают, когда М нарастает, ЖИП нарастает, посмотрите, в этом ролике мы говорили про вообще, как изменяются тела через 7 месяцев без прививок, без ничего, растут олени и падают. В этом ролике мы говорили, друзья, какие антитела вообще нужны, да, как переводить одни значения в другие, а еще и в этом ролике мы говорили, а есть ли усиление болезни от антител? Сегодня про прививку, сегодня насколько изменяются антитела после первой вакцины. Итак, все мы помним, что у нас есть антиген, это вирус, вот здесь, да, есть антитело и оно работает с вирусом, да, но чем больше антител, представьте, в этой руке у меня много антител, тем, конечно, быстрее, эффективнее она работает с антигеном, который попадает в наш организм и напоминаю, что антиген это вирус. Как вы прекрасно помните, мы сдавали несколько анализов, типов анализов. Первый анализ, он называется полуколичественный, это качественный анализ, который говорит, каждый месяц я сдавал, уже 10 месяцев, он говорит, в принципе, есть ли у меня антитела, это антитела не S, не N, это в общем, насколько в моем организме происходит детекция антител и на каком уровне. Вот последнее мое значение, это было 30 на 7, видите, там какие-то 1106 и после прививки, после одного месяца как прошел, 3 августа я сделал прививку, видите, значение 1109, то есть теоретически, что 1107, что 1109, после первой вакцинации модерна ничего не поменялось. Но в чем подвох? Этот анализ, по сути, особо и не должен поменяться. Он просто говорит о наличии антител, он не говорит о количестве, он не говорит о наличии антител к этому злосчастному спайк-белку, который отвечает за проникновение вируса в организм. Ни о чем не говорит, друзья, поэтому не делайте анализы, которые просто говорят о наличии антител. Сегодня уже можно делать другие анализы. Вот давайте поговорим о лаборатории Синея, в которой я уже сдаю тоже третий раз. Как вы помните, первые антитела, это был апрель месяц, у меня были на уровне 454. Как переводить антитела здесь ауна-миллилитр в международные единицы бауна-миллилитр? Я вам уже говорил, мы эти ауна-миллилитр умножаем на 0,142. Умножаем на 0,142 и получаем международные единицы. Друзья, пока я пишу здесь, умножаю, вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, как изменятся мои антитела после второй вакцины. Будет ли изменения или достаточно первые? И нужно ли третье, друзья? Куча вопросов. Давайте, вот я уже на себе это все делаю, сдаю кровь без конца. Вот у меня даже синяки на одной руке, на второй пошли сдаю постоянно для вас крови, друзья, чтобы просто вы не гадали, а знали, что происходит. Так вот, в апреле 454, 30-го на 7-го, то есть, считаем, начало августа, 294. И мы говорим, что 294 в международных единицах, это там порядка 46, это уже пороговое, нижнее пороговое значение, бауна-миллилитр. И, естественно, когда я получаю нижнее пороговое значение по антителам к спой-белку, естественно, я решаюсь вакцинироваться. Какие-то нормально, это правильно. Друзья, внимание, я вот сделал вчера, спасибо, синело, сделал вчера этот анализ. И как вы думаете, какое получило значение сейчас, напишите в комментариях, пожалуйста, ну просто вот на 3 секунды задержитесь и напишите, как вы думаете, какие сейчас у меня антитела к спой-белку. Написали, вдохнули, выдохнули. После первой вакцинации, модерной, мои антитела стали 29322. То есть, по сути, 30 тысяч, друзья, были 294, а стали 29 тысяч. То есть, по сути, они увеличились 100 раз. То есть, у меня была армия из 294 бойцов, а стала армия из 29 тысяч бойцов. Вообще, что будет после второй вакцины? Посмотрим. То есть, обязательно досмотрите до конца. И если у вас тоже есть такой опыт, обязательно оставляйте свои уровни антитела в комментариях. Естественно, давайте мы перейдем эти 29 тысяч. Международные единицы умножим на 0,142. 4163. 4163. Бау! На миллилитр, друзья. Как вы помните, вот в этом ролике, который я снимал и говорил, что ВОЗ говорит высокими уровнями антител, то есть выше 250. Бау! На миллилитр. Это довольно-таки высокий титр антител. У меня 4165. Я не знаю, что с этим делать. Кому-то кровь, может, нужна моя. Может, плазма нужна. Обращайтесь, друзья. Неожиданно высокий результат. Естественно, ждите, через месяц будет вторая вакцина. Точнее, вакцину я уже сделал вторую. Сразу после анализа сделал вакцину вторую. И ждем через месяц, какой будет кумулятивный эффект от двух прививок модерна. Пока вот такой. Пока уровень 4165. Естественно, мы будем наблюдать, как они будут падать, как они будут изменяться после прививки. Мои антитела, по сути, после болезни продержались стабильно 8-9 месяцев. И начали падать вот эти вот спайк-белку. Посмотрим, что будет после прививки. После как со значения 30 тысяч, куда мы с вами скатимся. Я буду сдавать все так же упор на кровь, чтобы вы смотрели, чтобы вы знали, что такое происходит с вашими антителами. Обязательно все посмотрите ролики. Вот здесь они будут. 1, 2, 3, 4 ролика про антитела. Там много информации интересной, много комментариев. Там не много комментариев, а сотни комментариев от вас. Спасибо, что вы это делаете. Это очень важно, потому что не имея комментариев от вас, мы просто не знаем, от чего отталкиваться. Это Андрей Березовский. Будьте здоровы. Повышайте свои антитела, потому что сейчас мы заходим, скорее всего, в осеннюю пандемию. Но, по крайней мере, все государства уже проговорились, что они будут вводить локдауны. Израиль, он уже с 1 сентября что-то там заблокировал. Поэтому прививайтесь сейчас, чтобы не было ажиотажа. Я прибился. Рука болит адски, честно могу сказать. Вот у меня из всего болит рука адски только. Вот такие неожиданные в 100 раз увеличения антител. А мы продолжаем наблюдать. Всем спасибо. Останемся на связи. Субтитры создавал DimaTorzok